Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Инна Бернацкая. Мой гость сегодня Дмитрий Гудков, российский позиционный политик. Дмитрий, как всегда, рада вас приветствовать. Да, взаимно приветствую. Дмитрий, начнем с такого. Сегодня 80-е годовщина освобождения Киева от фашистских захватчиков. В 22-м году мы освободили Киев от российских захватчиков. Почему я с этого начинаю? Потому что на вас в Российской Федерации возбудили уголовное дело дословно за осуждение убийства мирных жителей в Буче и Ирпене российскими солдатами и офицерами во время оккупации пригородов Киева в начале войны. У себя на странице вы задали сами себе риторический вопрос. Вот так вот и становятся уголовниками в России. Повелся на чью-то провокацию. Кстати, чью? Поверил в то, что армия Российской Федерации может убивать мирных жителей. Как я мог? И вправду, Дмитрий, как вы могли в это поверить? Ну, мне кажется, здесь не нужно руководствоваться какими-то там странными чувствами веры. Здесь есть четкие свидетельства и факты. Я просто о них рассказал. Вы видите, оказывается, теперь рассказывать о преступлениях российских военнослужащих, это, оказывается, преступление внутри России. Ну, я не против и не возражаю. Если они меня считают человеком, который нарушил какой-то уголовный закон, а поскольку судят тебя сами же террористы по своим фашистским законам, то, наверное, это хорошее признание того, что я все-таки что-то делаю правильно в своей жизни. Сейчас есть какие-то посягательства на вашу жизнь? Вам что-то угрожает? Как это проявляется? Либо они открыли уголовное дело, и на этом все закончилось? Нет, ну, я думаю, они доведут до суда. Я думаю, они меня заочно арестуют. Я думаю, постараются объявить в розыск. Но поскольку я нахожусь в безопасном месте, то, в принципе, плевать я на это хотел. То, что вы у себя на своем личном YouTube-канале, кстати, призываю подписаться, друзья, на канал Дмитрия Гудкова, это очень важно. Здесь мы освещаем и на канале Политбюро, и Дмитрий Гудков освещает события, которые происходят в Украине, и не только поддерживаете независимую журналистику. Дмитрий, то, что вы озвучили это у себя на канале, это будет иметь какие-то последствия? Либо это всего лишь ваше мнение, либо были переданы, возможно, какие-то материалы дела. Возможно, вы со своими коллегами ведете в этом направлении какое-то расследование, передаете суды. Нет, ну, конечно, у меня есть адвокат, который обязательно подаст апелляцию в случае чего. Он уже взял, сходил к следователю. Мы уже понимаем, за что они возбудили уголовное дело. Это за мой ролик на моем YouTube-канале по поводу преступления в Буче. Но это просто ни к чему не приведет. Проблемы, конечно, у меня какие-то будут. Скорее всего, когда мое дело будет доведено до суда, меня объявят в розыск, то, к сожалению, по европейским правилам, лицо, объявленное в розыск, ну, скажем, нежелательно для работы с банками, там, получение каких-то ВНЖ, что-то такое. Ну, я, конечно, решу все эти проблемы, просто они мне создадут временные трудности, которых, в принципе, у меня и так полно, с этими счетами, визами. Ну, будет еще один раунд борьбы с европейской бюрократией, но ничего страшного. Дмитрий, я имею в виду то, что в том числе и вы освещаете события и говорите о том, что действительно было в Буче. Имеет ли какой-то результат на притяжение, например, Российской Федерации к ответственности? Я имею в виду в общем? Ну, в общем это зависит же не только от меня, да? Это зависит от общих усилий. И Украины, и разных журналистов, политиков, которые выступают против путинского режима. Конечно, все вместе это потихонечку приближает этот момент. Вот. Я не думаю, что один ролик про Буча как-то сильно повлиял на ситуацию. Но это все такие маленькие-маленькие камушки, так сказать, на эти весы правосудия. И рано или поздно все равно они все окажутся на скамье подсудимых. Зафиксировали. Дмитрий, совсем недавно в России прошел большой светлый праздник российского единства. По вашему мнению, кто сейчас россиян и что такая российская идентичность? Никакого единства нет. На самом деле Путин, по сути, страну разваливает, потому что объявлена, по сути, гражданская война людям, ну скажем так, европейских ценностей, людям, которые хотели бы, чтобы Россия была демократическим государством. Люди, которые выступают против диктатуры, против войны, против преступников в погонах. Вот. И сегодня это очень сложно объединить. Но, скорее всего, если говорить про идентичность, то это русский язык. Это вот русский язык, русская культура. Просто для кого-то русская культура это наши знаменитые писатели, музыканты, художники, которые в основном-то и уехали за рубеж и выступают против войны, а для кого-то это, как ее, Вика Цыганова или как ее там, которая поет русская водка, что ты натворила русская водка, ты меня сгубила. Ну, как бы самокритичненько даже вышло, получилось. Вот. Да, русский язык, русская культура, никуда от нее не денешься. Я говорю, пишу и общаюсь на русском языке. Я, конечно, могу и на английском общаться. Да, ну вот, наверное, идентичность, она давно уже вышла за рамки, как бы, Российской Федерации. Это уже российские комьюнити, не знаю, там, в Великобритании, во Франции, в Испании, в Соединенных Штатах Америки. Да, ну, в разных странах это те люди, которые просто говорят на русском языке, но при этом у всех абсолютно разные отношения к происходящему. На самом деле Россия поделилась на страну палачей. Да, и страну их жертв. На архаику и на прогресс. На людей нормальных взглядов, прогрессивных, европейских, гуманистических взглядов. И на тех, кто хочет жить в Средневековье. Поэтому никакого единства нет. Вот оно, четкое разделение. Ну, на самом деле, это не только в России происходит. Это происходит по всему миру. И события в Израиле как раз, они продемонстрировали то, что этой проблемой уже страдают многие другие страны. Где прошли, например, демонстрации людей, которые публично радовались гибели мирных людей в Израиле. Вот это я понять как раз не могу. Но мне кажется, эта проблема гораздо более масштабная. Просто она началась, наверное, с Путина, с России, где вот эта средневековая часть узурпировала власть и, в общем-то, свою дикость и средневековость продемонстрировала. То есть Путин, который говорит, нам нужен многополярный метод, подразумевает, что на одном полисе людей нельзя убивать, людей нельзя репрессировать. А, видимо, он хочет создать тот полис, где как раз это все можно делать. Вот в его понимании это такой многополярный метод. Кстати, о Путине. Он на недавнем своем выступлении вспоминал период Невского и приводил пример, как тот ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, чтобы противостоять нашествию Запада. Это он имеет в виду сейчас Россию и Китай? То, что Россия сейчас младший брат Китая? Или как бы вы протрактовали для себя подобные выступления, подобную риторику Путина? Я думаю, Путин лично не воспринимает себя в качестве младшего партнера Китая. Я думаю, что Путин просто пытается вдалбливать сомневающимся еще гражданам России, что Запад – это зло, что у России всегда был какой-то свой путь, непонятно, правда, какой, и что Россия должна двигаться туда, на восток. Вот и все. И приводят те параллели, которые резонируют тем, что сегодня происходит. Вернемся к Дню Российского Единства. На поздравительной открытке Российской Федерации Минздрава ко Дню Народного Единства храм Василия Блаженного без крестов. Это еще одно доказательство Российской Федерации, что она принципиально нехристианская страна? Или это ошибка? Или это недопонимание? Или это недосмотрели? Или это сознательно? Да нет. Я думаю, что здесь точно такая же конкуренция и в христианстве. Кому кто подчиняется, какая вера правильная. То христианство, то не православие, а христианство, которое идет из Запада, оно неправильно христианству. Но это вечные споры. А поскольку Российская Православная Церковь сегодня является инструментом политики, то, в принципе, вот это антизападничество, оно идет по всем направлениям. Вот и все. Они хотят показать, что мы особенные. Наша вера особенная, что наши духовные скрепы самые духовные. А все, что идет со стороны Запада, это нам чуждые ценности. Еще одна информация. Патриарх Кирилл Гундяев прямо к празднику вдруг нашел у себя в антресолях якобы подлинник казанской иконы Божий Матрия. К чему это все? Ну, я сегодня прочитал, что оказалось, что это икона, копленная за 2000 рублей и подаренная ему каким-то там прихожанинам. Даже фотографии появились. Ну, каждый пиарится как может. Вот, здесь я бы не уделял какое-то большое значение этому. То есть им нужны какие-то свои достижения демонстрировать. Вот кто что может, тот и демонстрирует. Илон Маск производит новые автомобили, кто-то там батареи, кто-то еще что-то. Ну, а здесь люди там амфоры достают с дна моря, или какие-то иконы якобы находят. Вот, каждый по способности может демонстрировать свои достижения. Дмитрий, на прошлой неделе массово распространялась тема, что Путин мертв. Это подлинная информация, либо это, как у нас, например, в ГУР, в СБУ говорят о том, что это специально делалось на российскую аудиторию. Вы как считаете? Ну, я думаю, что такие слухи выгодны Кремлю, потому что чем больше людей думает о приближающейся смерти Путина, тем меньше хочется что-то делать. Зачем делать что-то, рисковать, если он уже скоро помрет? Это, в принципе, демотивирует людей, действует. Поэтому Кремлю выгодно, поэтому такие слухи всегда распространяются. Это не значит, что те люди, которые распространяют, являются агентами. Кто-то в это верит, кто-то, может, получает дезинформацию и думает, что это такая подлинная информация. Но я не верю в такие новости, я не верю ни в каких двойников, их просто быть не может. И здесь любой человек может сделать вывод очень просто. Вот давайте я вам задам вопрос. Я же тоже журналист по образованию. Назовите одного человека в мире какого-нибудь, у кого есть двойник, похожий на него один в один, обладающий таким же тембром голоса, которого можно выпускать на встречи с деловыми партнерами, так, чтобы они не узнали, что это двойник. Одну фамилию назовите. Я знаю ваше мнение по поводу этого. Я знаю, что вы утверждаете, что двойника никакого у Путина нет. Но назовите в мире хотя бы одного такого человека. Есть такое? Не знаю. Ну, просто не существует такого в мире. Нет, ну понятно, что там одни от других не могут отличить. Вы все на одно лицо. Я имею в виду, если серьезно говорить, я учился с близняшками в одном классе. У меня две девочки были близняшки. Они были очень похожи. Но я всегда отличал одно от другой. По демпроку голоса, по характеру, это близняшки. Поэтому если бы был такой двойник у Путина, то он бы давно зарабатывал миллиарды в Голливуде, снимаясь в разных фильмах. И был бы самым популярным человеком в Америке. Нахрена из-за какого-то старого упыря рисковать жизнью, когда можно жить, будучи публичным, богатым, знаменитым человеком где-нибудь там в Соединенных Штатах Америки. Дмитрий, сейчас предвыборная кампания к президентским выборам в 2024 году Путин уже начал? Ну, во-первых, никаких выборов нет. Да, это не выбор. Это какой-то ритуал. Это традиция, когда нужно подтвердить легитимность. Конечно, Путин и начал. Вот как только он начал ездить по разным регионам, каким-то встречам, это значит, что Путин работает на свой имидж. Это значит, что Путин пойдет на очередной срок. И очевидно, что Кремль уже давно обкатывает разные варианты, включая участие каких-то либералов, якобы там, да, независимых. Хотя они, мне кажется, до конца не определились, кто будет участвовать. Но они подбирают таких спарринг-партнеров Путину, у которых никаких шансов выиграть не будет и даже создать видимость конкуренции не будет. Чтобы Путин уж наверняка был переутвержден, а в протоколе появилось там 86% в его поддержку, против которых никто бы не спорил. Ну, безусловно, он, конечно, это все начало. Говорят, что сейчас Путину ищут оппонента, который будет намного старше него, дабы Путин на его фоне выглядел младшим. Ну, так уже есть такой Зюганов, сейчас еще кого-нибудь выкопают. Жириновского может выкопают, не знаю, но шучу, конечно. Но кто-то будет такой еще, сильно старше Путина. Потому что, если взять социологию, и самая главная проблема Путина, ну, верно, после того, что он там организовал войну, устроил репрессии, еще одна из проблем лично его – это возраст. Потому что после 70-ти люди не очень хотят видеть президента. Ну, по крайней мере, в России, от которого все зависит. В разных европейских странах президенту может быть сколько угодно лет, потому что там действуют институты. Да, и неважно, кто у тебя занимает президентский пост, всегда есть система сдержек противовеса. Поэтому президент может быть и старше. Но не в авторитарных странах. В авторитарных странах возраст уже очень плохо воспринимается. С Путиным выяснили, с предвыборной кампанией также. Давайте поговорим о Кадырове, точнее, о его сыне, ну и, в принципе, что ждет Рамзана Кадырова. Появилась информация, что Адам Кадыров стал руководителем службы безопасности своего отца. Ранее, по-моему, в 2004-м, либо в 2003-м году, Рамзан Кадыров стал руководителем службы безопасности своего отца, но тот умер, когда были протесты в Грозном. Ждут мрачные события Кадырова? Как вы считаете? Я думаю, да. Думаю, да. Но при этом прекрасно понимаешь, что они хотят повторить эту спецоперацию по переходу власти от Атцаксова. То есть это идет подготовка, безусловно. И с учетом того, что Кадыров является серьезной проблемой для силовиков, то, конечно, ему нужно как-то подстраховать и защититься. Поэтому ему нужно наследника подготовить. Он никому другому не доверяет. Это связано с болезнью, с состоянием здоровья Кадырова, либо здесь иные причины? Ну, откуда я знаю? Да, здесь можно только гадать. Но судя по тому, как он выглядит, наверное, есть проблемы со здоровьем. Насколько они фатальны, мне сложно сказать. Я не знаю. Я думаю, что никто не знает. Ну, кроме, наверное, нескольких человек в Кремле и в окружении самого Кадырова. Но, безусловно, все равно придет время перехода этой власти. Я думаю, что на всякий случай Кадыров раскручивает своих самых ближайших родственников. Слушайте, ну это как бы султанат. Да, это даже султанат, это такая диктатура внутри диктатуры. То есть отдельное как бы государство внутри государства, где свои правила, свои законы, где власть может спокойно переходить по наследству. Если в России пока еще вот такого нет, то в Чечне это уже мы наблюдали один раз. Я не вижу каких-то оснований, почему это не может повториться. Дмитрий, вы частично уже сегодня упоминали конфликт, войну между Палестиной и Израилем, но в контексте России поговорим. Руководитель еврейской автономной области Ростислав Гольнштейн заявил, что его регион готов принять большое количество беженцев из Палестины. Такой вопрос. Это уже сейчас началось создание Палестинской автономной области в составе Российской Федерации? Или как? Я думаю, это всего лишь пиар. Потому что такие решения не принимаются никакими губернаторами. Такое решение может быть принято только на федеральном уровне. Ну а поскольку Путин обозначил, какой он занимает сторону, то и губернаторы на всякий случай здесь подстраховались, понимая, куда ветер дует. Но, на мой взгляд, вряд ли это произойдет, потому что, как мы видим, даже соседние мусульманские страны не торопятся принимать беженцев из сектора газа, потому что это чревато серьезными последствиями. Потому что под видом беженцев могут приехать террористы, и дальше как это будет влиять на безопасность того или иного региона, мы прекрасно понимаем. Поэтому слова словами, но я не думаю, что Россия массово начнет принимать оттуда беженцев. Этого не будет. Если только на войну, пожалуйста, воевать с Украины, приезжайте, мы вас отправим. Но беженцев для жизни в России я вот в такой сценарий не очень верю. Тем более, когда это идет от какого-то губернатора. Губернатор не является вообще никакой политической единицы в России. Назначение. Несколько недель тому назад в Дагестане прошли протесты. Это связано с Палестино-Инстанской войной. И тогда говорили, что подобные протесты прокатятся волной по России. Видится ли вам сейчас такая возможность и такая вероятность? Нет. Я, честно говоря, до сих пор не верю, что в Дагестане такой уровень антисемитских настроений, то аж прям полторы тысячи мужчин отследили, когда из Тель-Авива прилетит рейс, спокойно смогли организоваться, призвать всех собраться и пойти крушить витрины аэропорта. Нет. Я думаю, что это было срежиссировано. То есть кто-то этим точно кукловодил. Я не думаю, что была команда из Кремля. Ну, по крайней мере, какие-то силы в самом регионе, которые могли такое организовать, и наверняка согласовав это еще с кем-то. Просто, наверное, в Кремле не думали, что это закончится погромами. Одно дело собрать какой-то митинг, другое дело выйти на какую-то демонстрацию. Но погромы уже, где идут столкновения с силовиками, это то, что Кремлю точно не нужно, потому что завтра будут антикремлевские погромы, которые уже никто не сможет предотвратить. Собственно говоря, и максимальный срок для задержанного по погромщику был 10 суток. То есть у нас там беременные женщины выходят на протест с плакатом, получают 5 лет тюрьмы. Здесь люди громили аэропорт, прорывались на взлетную полосу, устроили потасовку и драки с сотрудниками полиции. Получили всего 10 суток. Вопрос. Почему так произошло? То есть, можно сказать, что акция была направлена на власть Дагестана, но не на верхушку Кремля, не на Путина, например? Да нет, ну даже, понимаете, даже и на власть Дагестана, если бы это было направлено, то это было бы пресечено очень быстро. А вот то, что это могло быть организовано какими-то людьми из властей Дагестана, да, при какой-нибудь молчаливой отмашке из Кремля, а как всегда, не так поняли, да, что нужно было организовывать. Хотели какой-нибудь митинг, буйный, как в Европе происходит, да, закончилась потасовка. А вот об этом точно не договаривались. На самом деле, это же ведь любой такой погром, он демонстрирует слабость власти, слабость силовых структур, которые не могут в критический момент этому противостоять. Разгонять студентов, там, беременных женщин, стариков, они могут. А когда идет толпа разгневанных мужчин, нет. Это же на самом деле унижение силовиков. Это демонстрация их слабости. Это значит, что, а когда нам реально нужно будет выйти, мы же понимаем, что эти нам противостоять не будут, они спрячутся. Так же, как спрятались во время мятежа Пригожина. Вспомните, никто же не вышел защищать. Никто, конечно, не присоединился, но полиция, силовики, ФСБ как будто бы исчезли просто. Два региона было захвачено. Вот, собственно, поэтому я думаю, что кто-то кугловодил процессами в Дагестане. Вот, но прям конкретно такого плана не было. Команды какой-то из Кремля скорее не было, потому что это невыгодно Кремлю демонстрировать слабость перед каким-либо протестом. Не имеет значения перед каким-то, потому что сегодня это еврейские погромы, а завтра это будут кремлевские погромы. Что выгодно Эрдогану, президенту Турции, также хочу с вами поговорить. Он сказал, что Турция готова взять на себя миссию в качестве страны-гаранта сектора газа, если возникнет такая ситуация. Если Турция хочет взять под контроль сектора газа, как Египет в 49-м в 67-м году, это не самое плохое решение, так считают многие. А вы как считаете? И зачем это Турция? Каково место сейчас занимает Эрдоган в Палестино-Израильском комплекте? Эрдоган, безусловно, хочет быть хозяином этого региона. Хозяином в смысле главной силой, которая влияет на то, что там происходит. Но это заявление он сделал действительно в попытке набрать какой-то геополитический вес, но, мне кажется, вчера его Блинкин опередил, и после того, как он встретился с руководством Иордании, со всеми, со всеми, то мы увидели заявление главы Палестины о том, что Палестина готова взять под контроль Газу. Это, мне кажется, будет самый лучший вариант после того, как будет уничтожен террорист. И, на самом деле, мне кажется, вчера мы наблюдали такой очень важный дипломатический прорыв. Кейс Бала пока отказалась участвовать на стороне Хамаса. То есть, остальные мусульманские страны, по сути, согласились с тем, что Хамас существовать дальше не должен. А это значит, что террористы будут уничтожены, и дальше руководство региона перейдет официальным властям Палестины, что, наверное, самое правильное. И дальше уже под руководством именно палестинских властей необходимо будет там восстанавливать жизнь под четким наблюдением и контролем, чтобы деньги тратились исключительно на организацию жизни, а не на подготовку террористов. Получится или не получится, посмотрим, но это самое правильное. По сути же, Хамас захватил часть Палестины, взял контроль, да, он пришел, конечно, на выборах, но дальше они убивали просто своих политических оппонентов. Вот сейчас, по сути, есть возможность избавиться от Хамасовцев и постараться там организовать мирную жизнь. Процесс сложный, долгий, я здесь не готов прогнозировать, потому что, ну, наверное, с таким вызовом планета давно не сталкивалась. Посмотрим, как это все закончится. Да, будем посмотреть, как говорят у нас в Одессе, как будут развиваться события. Изначально, когда только началось в Израиле, между Палестиной и Израилем, говорили, что закончится это очень быстро, но, как видим, ситуация иная. Дмитрий, поговорим об Украине и об переговорах между Москвой и Киевом. Эксперты обращают внимание, что в Москве и Киеве стартовал проект перезагрузки конфликта, авторами которого выступили Явлинский и Арестович. Сам Арестович, как утверждается, сейчас находится в США. Явлинский несколько недель назад встречался с Путиным. Источник утверждает, что россияне встречались с Арестовичем и его командой. Явлинский, вероятно, в контакте с Арестовичем. Арестовича поддерживают в Вашингтоне. Зеленского считают трудным персонажем, работающим на Трампа. И, как сообщил Григорий Явлинский, он видит темп изменений позиции России. Некоторые политологи убеждены, что СВО является триггером для переизбрания Путина, который потом сойдет на нет. Но об этом мы уже поговорили. Если говорить о вот этой тенденции, что перезагрузка конфликта, видится ли вам, что сейчас могут быть подписаны какие-то договоренности? И вот следующая теза, которая появилась совсем недавно в издании в колонке The Washington Post, что Украина сегодня оказалась в худшем положении, чем в ноябре прошлого года, то есть мы сейчас выходим, если даже выходим на переговоры, то в очень плохом состоянии и с нехорошими требованиями. Очень сложный вопрос, и здесь сразу много вопросов в одном. Давайте по порядку. Значит, первое. Я пока не вижу перспектив для какого-то мирного урегулирования, как это называется в статьях. Ключ от этого мирного урегулирования находится не в руках Явлинского, Арестовича и даже не в руках Зеленского с Путиным. Это находится в руках граждан Украины. Как это не странно, именно как граждане Украины. Вот чего захотят граждане Украины? Захотят ли они воевать дальше, освобождать территорию? Ну, значит, будет одна ситуация. Если люди действительно устали и решили, что территории не имеют никаких значений важнее, значит, наверное, появляется какое-то окно возможностей, которое вряд ли многих устроит в Украине. Это будет серьезное противостояние разных противоборствующих позиций. На мой взгляд, да, и второй параметр, ключ, у кого еще? У Запада. Готов ли Запад, в случае, если Украина готова дальше продолжать биться за своей территорией, готов ли Запад, поддерживать настолько, чтобы Украина смогла наступать и смогла освобождать территорию? Или не готов Запад? Вот как бы два главных ключика, которые эти двери открывают. Значит, моя позиция очень простая, да, для меня всегда, я всегда говорил, в 21 веке территория является не активом, а пассивом. это не значит, что их надо уступать, нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что главное богатство это человеческий капитал. Люди придумывают технологии, люди создают новые бизнесы, люди создают богатство и так далее. если в 20 веке, в 19 мир воевал за территорией, потому что там все богатство находилось, ты завоевал территорию, там нефть. Да, это дальше, или там в средние века, когда открывали там Америку, добывали золото, да, вот раньше так мир был устроен. Сейчас дешевле нефть покупать, захватывать территорию, где-то нефть добывается. Намного дешевле. Например, компания Facebook, да, сколько она стоит? 300 миллиардов долларов? Примерно. По-моему, примерно. А компания Роснефть стоит 50 миллиардов долларов. Ну, порядок такой. Я сейчас точно не помню цифры последнего года. То есть вот она, да, программка, где люди общаются в интернете, ну, конечно, не программка, извините, да, чтобы не обижались на меня работники Facebook, это очень крутая компания, я сам пользователь Facebook, ну, грубо говоря, там, или там телефончик Apple, сколько там уже, 2 триллиона, или полтора триллиона долларов компания стоит, а нефтяная компания России 50 миллиардов. То есть, грубо говоря, ты создал технологию, создал продукт, и ты получил денег намного больше, чем от всей нефти, которую ты добыл на планете. Вот, вот как бы люди, технология, знания намного важнее, чем территория. Но решать, подчеркиваю, да, гражданам Украины, если, например, Запад не предоставляет столько помощи для успешного контрнаступления, то я просто уверен, что у вас в стране будет серьезная дискуссия, а что делать дальше, потому что, ну, гибнут люди. Если это будет окопная война без какого-то серьезного продвижения, то у вас по-любому такая дискуссия, она будет публичной, да, будут сторонники одной точки зрения, сторонники другой. Вот, будет, наверное, публичная дискуссия в западных странах. Подчеркиваю, здесь я никаких советов не даю, да, но я прекрасно понимаю, что такая дискуссия начнется, но, опять-таки, она не гарантирует, даже если вдруг Украина готова будет к какому-то варианту, при котором ее берут в НАТО, Европейский Союз, да, но при этом она, как бы, не продолжает биться за свои территории, допустим, и Путин все забирает, это же ведь не является гарантией того, что Путин не начнет палить дальше. Через там год, полтора года, да, не начнет новую войну. И при этом тоже не факт, что в НАТО возьмут Украину, где будет еще спор на территории. в общем, это очень сложный процесс, и я не думаю, что сейчас, вот прям вот сейчас ситуация созрела для каких-то перемен. Ну, возможно, через полгода, если опять линия фронта никак не изменится, да, если Запад не готов будет там, многократно усилить помощь, вот, конечно, такая дискуссия пойдет. Вот, дальше пройдут выборы, так называемые, псевдовыборы в России. Чем они закончатся, мы тоже не знаем. И вот после марта, скорее всего, возникнет какая-то новая ситуация. Я даже не готов предсказать, какая это может быть ситуация. А может быть, элиты Путина свергнут, а может быть, еще что-то произойдет, а может быть, настолько накалится ситуация на Ближнем Востоке, что будет Третья мировая. Не, вот эти все факторы очень сильно скорректируют ситуацию в Украине. Можно ожидать черных лебедей. Дмитрий. Я очень просто надеюсь, да, что важно, я очень надеюсь, что эти черные лебеди прилетят к Путину. Я вот пока этого не исключаю, да, потому что Путин себя сейчас ассоциировал с террористами. Потому что нормальные люди на стороне Израиля, да, их жертв, которые погибли от рук террористов. А Путин на стороне террористов. И хоть он там и говорит по поводу мирных жителей Газа, и мне их жалко мирных жителей Газа, конечно, жалко. Но Путин солидаризировался с Хамасом, он их принял. Хамас – это не мирные жители Газа, Хамас – это террористы, которые этими мирными жителями прикрываются, как живым щитом. И вот она ось зла. Где Путин вместе с Хамасом, Хейсбалой, Афганифаталибаном и прочими. И мне кажется, что цивилизованный мир он должен понимать, что не ООН предотвращала войны. ООН – это как бы регистрационная палата государств, где государства регистрируются, признаются. ООН – важная организация, международное право, Европейское суд по правам к человекам, все понятно. Но безопасность на планете поддерживалась за счет супердержав, которые в случае чего готовы были кому-нибудь накостылять. Вот если они не готовы накостылять, сначала в Афганистане, потом в Украине, потом в Израиле или еще где-то, то в принципе весь мир поймет, что эти супердержавы настолько слабы, что с ними считаться с этими правилами больше не нужно. Это значит, что фактор силы станет ключевым фактором геополитики. Это значит, что завтра вспыхнут такие же конфликты, не знаю, Тайвань, Пакистан, Сынди, я не знаю где. И все будут понимать, что никакие американцы, британцы, европейцы не вмешаются, потому что они сидят и занимаются своими собственными делами. Это значит, что роль Запада в мировой политике резко снизит. Вот какие вызовы, с которыми мир возможно столкнется уже в ближайшем будущем. С чем столкнулись именно в этот момент мы, журналисты, так это заявлением губернатора, которого назначила Российская Федерация Запорожской области, Балицкого, и он утверждает следующую информацию, что Россия начинает строительство железной дороги на юге Украины. Маршрут будет проходить из Ростова через Донецкую и Запорожскую области в Крым. Что означает эта информация, если построят эту дорогу, как трактовать? Ну, значит, кто-то на ней очень много заработает. Сейчас, грубо говоря, будут выделены большие деньги на типа восстановления всей инфраструктуры, и вот вы увидите, что все ключевые госзаказы достанутся всем своим. В Ротенберге всякие, там Ковальчуке и прочее, Кадыровы, все туда влезут и получат, да, за счет восстановления строительства чего-то там. Получат себе в карман. Ну, как бы, грандиозно распил. И ничего больше. Зафиксировали. Конечно, ничего больше. Спасибо вам большое, Дмитрий, за время, за ваш подход к нашей программе. Друзья, Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Вы смотрели канал Политбюро. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, пишите гостей, которых вы хотели бы увидеть в следующих программах. Мы все видим, все читаем. Меня зовут Дина Бернацкая. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова